Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, опять дядюшка Мистик вещает из бункера, из подземелья. Ну, друзья мои, некоторые темы действительно лучше. Не на открытом воздухе, не под небом, не под солнцем, а действительно внизу, где экранируются шумы и воздействия. С одной стороны, опасное дело заседать в бункере, можно и засидеться. Безопасность, она в конце концов становится тюрьмой. Вот в связи с этим я хочу вам рассказать о мире гиперборейского паука. Потому что в чем-то тоже это является неким бункером, безопасным убежищем, которое в конце концов стало тюрьмой для тех существ, тех душ, которые обитают там. Да, они не могут выйти оттуда. И на данном этапе, наверное, только разрушение земли, земного мира, полностью разрушение этого, позволит этим душам выйти оттуда. Да, друзья мои, гиперборейский паук, кто это или что это? Является это страшным пауком, который тянет свои руки? Нет, это душа. Ну, вернее, раньше он был человеком. Человеком мудрым, человеком знаний, человеком колдовства. И в какой-то момент, когда был апокалипсис, трагедия на нашей планете, он сумел сделать этот карманный мир для себя и тех душ, тех ученых, которых он увел туда, закрыл, прикрыл от магических воздействий, от природных катаклизмов и забрал интеллектуальный потенциал гиперборей. Интеллектуальный научный потенциал. И с тех пор этот мир, маленький карманный мир, ну, маленький он в понимании, может быть, нашим на самом деле, он достаточно велик, велик, многообразен, многопланов. Но это тоже некий бункер, тюрьма, из которого ни паук, ни души, которые находятся там, не могут выйти. Войти, да, туда могут. Выйти уже никто, да. Туда входит, туда рубь, а выхода уже нет. Выход уже не 5 рублей, а просто нет. Да, друзья мои, и этот мир очень связан. Я вам рассказывал историю о гиперборейском пауке уже давно. Он связан с этим миром, он следит за ним, потому что очень важно. И в какие-то моменты даже некоторые открытия этого мира технологические приходят из мира гиперборейского паука, потому что он приглашает туда некие души людей, приглашает и делится с ними знаниями. Знаете, как миры обладают определенной вибрацией? Наш мир – это мир зеленый, мир анахаты. Хотя сейчас он не совсем мир анахаты, он больше много в этой зелени и желтизны, и черноты. То есть по чакральным методам, ну, не совсем он зеленый, не мир благости, не мир серединный. А все-таки много, много плохих, грязных оттенков в этом зеленом свете. То мир гиперборейского паука, он синий, это мир интеллекта, разума. Он мир синий, да, синяя энергия. И, конечно же, не каждый человек, не каждая душа может попасть туда. Только люди, которые могут понижать, повышать свои вибрации. Гиперборейский паук приглашает в свой мир те души, которые его интересуют. Делает это он в энергетическом плане, во время сна притягивает, приглашает, посылает, ну, некого посланника, курьера, который проводит, проводит человеческую душу туда. А там гиперборейский паук разговаривает с ним, показывает какие-то знания, чудеса. И, действительно, многие ученые принесли оттуда эти знания. Осознанно или неосознанно. Кто-то понимает это, осознанно приходит и понимает, как это и что. Спрашивает, чувствует. Кому-то снится это, знаете, как таблица Менделеева пришла во сне вроде как. Но не во сне, понимаете, друзья мои. А эта информация была вложена в человека, который был готов принести ее в этот мир. Потому что знания, друзья мои, они не принадлежат кому-то. Нам, да, они общие вселенские знания. Просто у кого-то они сконцентрированы. И он, кто-то делится ими, а кто-то держит при себе. И думает, что это даст ему силу. Да, такой подход и демонический, и ангельский. Да, друзья мои. Чему я это все? Ну, вчера я посетил этот мир по приглашению. Потому что самостоятельно туда пойти невозможно. Он закрыт. Так было сделано механизм изначально. Что когда нужно гипермарийскому пуху, он посылает вестник. И вы идете за этим вестником. И попадаете в тот мир. Попадаете туда, куда это необходимо. Ну и проводите там какое-то время. В принципе, ну, время там нелинейно. И если в течение, к примеру, ночи, в течение сна, когда ваш разум, ваше тело спит, ваш дух проникает туда и получает там нужную информацию, сведения. А потом эта информация распаковывается в вашем сознании. И вы можете пользоваться ей. И вот, да, прошлой ночью пришел вестник. Я хочу вам рассказать, как это. Чтобы вы понимали, это не то, что к вам стучится кто-то в черном балахоне. Это во время обычного сновидения, когда вы входите в сон. Перед вами оказывается обычный вестник гипербарийского паука. Это некое темно-синее существо. Это не человек, а это некий летающий образ. Вот это обычно возникает такой некий шар. Не просто шар, да. Вот там, может быть, как бабочка. Или как какое-то такое странное светящееся насекомое, в котором много-много вот этих темно-синих огоньков мелькает. Вы понимаете, человек, который ни разу не сталкивался, это существо не вызывает страха. Бывает, во сне вы встречаетесь с сущностью низкой вибрационной, и вас охватывает ужас. А этот вестник, он завораживает. Он сразу привлекает ваше внимание во сне. Если он неосознанный, вы смотрите, как бы, и думаете, что это за прекрасное создание. Искрящееся, блестящее. От него исходит вот этот разум, мощь, вибрации того мира. И человек обращает свое внимание, и внимание захватывается. И вы как будто начинаете лететь туда. Лететь туда и оказываетесь уже там, в том мире. Кто-то это, может быть, как почувствует, как в физическом теле себя, да, и будет смотреть. Люди души более осознанно воспринимают это как информацию. Там не ведется разговор, как мы с вами говорим, словами, эмоциями, выражениями лица, какие-то гримасы. Нет. Вы получаете некий файл информации. Вы воспринимаете его сразу, в общем. Потом уже вы начинаете анализировать, понимать, что, зачем, почему. Причина, следственная связь – это все работа разума. Вы сразу получаете файл информации. Гибербайлийский паук делится с этим. Он часто приглашает туда осознанно или осознанно сильных миросимых, политиков, ученых. И пытается таким образом влиять на этот мир, чтобы этот мир не скатился в пропасть разрушения. Уже не раз гибербайлийский паук предотвращал катастрофу в этом мире. Скажите, а что ему предотвращать? Все бы накрылось медным тазом, и тогда бы он был свободен. Нет, наверное, это его миссия, с одной стороны. Некая шикарная тюрьма, шикарный собственный мир, из которого нет выхода. Ну, мы сами, друзья мои, тоже вроде как пленники вот этого мира. Но немножко, немного свободы кажущейся, на самом деле. Мы все привязаны к нашему дому, к нашему телу, к нашему имуществу. Поэтому мы тоже пленники своего рода, своего бункера, который каждый с нами строит, свой карманный мир. Поэтому в чем-то миссии гибербайлийского бока не выполнено. И сейчас, когда мир, ну, во всяком случае, еще недавно подходил к грани, когда могло все рухнуть, он достаточно серьезно вмешивался, дергая политиков и даже, может быть, кого-то разрушая чьи-то тела. Ну, не своими руками, а путем различных манипуляций. Поэтому тема интересная, друзья мои. Я знаю, что некоторые из вас, люди чувствительные, возможно, тоже посещали этот мир и могут составить некое представление. Получали некоторые знания, образы из этого мира. Потому что этот мир близок к нашей земле. Ну, это как бы разум. А вот разум нашего мира, темно-синяя энергия. О чем же рассказал мне гиберболейский паук? О том, что было, что будет. На чем сердце успокоится, как старый цыгран. Ну, конечно, друзья мои. Мир сейчас ведет процесс такой переформатирования, который достаточно болезненный. И будет много сложностей, проблем. Но мы пройдем их. Пройдем через эту грязь. Не скажу, что будет легко. Я что, осталось чуть-чуть потерпеть. Нет, это чуть-чуть. Может быть, для кого-то будет последним чуть-чуть в этом мире. И души покинуты. Но мы же души, а не тела. Мы стараемся быть осознанными. Сначала стараемся получать знания. Поэтому очень важно, друзья мои, понимать, что сон – это тоже время знаний. Это не время, когда вы отдыхаете. А время, когда ваш дух может быть свободно подняться. Свободно посещать миры. В том числе такие тайные. Не только, конечно, да, вы скажете, только один мир. Нет, карманных миров много. Потому что в этом мире много жило осознанных. Там колдуны, неколдуны. И они часто боялись расплаты. И делали свои вот эти карманные миры. Я посещал иногда. Некоторые из них открыты. В них можно попасть, даже случайно открыть эту дверцу. Но потом завязывают там. Есть такие ловушки в этих мирах. Поэтому надо быть осторожным и сильным. В этом плане. Но процесс познания, процесс путешествия. И часто мы себя ограничиваем только этим физическим миром. Хотя он очень маленький на самом деле. Он очень маленький. По сравнению с теми большими мирами, которые находятся совсем рядом с нами. Ну что же, драгоценные мои друзья. Вот вроде как, наверное, ни о чем. А вроде и о таких важных событиях. Все, драгоценные мои друзья. А что же сказал дядюшке мистику гиберборейский паук? Помните, был фильм «Что сказал Пакул?» И весь фильм «Что же он сказал?» Ну и я вам тоже пока не скажу. Что рассказал дядюшке мистику гиберборейский паук? Все, пока. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!